Всем привет, вы на канале CryptoComments и небольшой очерк по биточку, что я тут заметил на макро таймфрейме на дневном, что смотрите, с короны дампа, да, с официального дна медвежьего рынка, биток в принципе у нас трендится наверх и вы можете видеть, что здоровая трендовая линия поддержки и также линия сопротивления, это вот эти две белые линии, которые я начертил, то есть вот у нас образуется такой некий канал, из которого мы немного вот здесь вываливались и из которого мы достаточно сильно ушли в перекупленность, в локальную, давайте включим CypherB, чтобы видеть лучше, что там происходило и стахастик RSI, если мы посмотрим на недельки по стахастику, то вот тут, когда мы ушли из этого канала наверх, у нас была сильная дивергенция, назовем это так, потому что у нас стахастик был очень сильно перепродан уже вот в этой зоне, когда мы первый раз тестировали 35-40 тысяч и он сигналил нам о том, что, ребята, идет коррекция и дальше весь вот этот нездоровый спекулятивный рост в моменте, у нас на самом деле шла коррекция по осциллятору, что было на самом деле аномальным явлением, потому что обычно он, конечно, ну, он идет вниз, когда цена идет вниз, а не наверх, и после этого он очень долго лежал в перепроданности, стахастик, вы вообще за всю историю битка не найдете нигде, чтобы он так долго лежал в перепроданности, я проверял уже, он обычно как минимум вот так вот отскакивает в форме W, и мы видим какое-то движение в этот момент, вот, но тут мы просто валялись ниже принтуса, то есть что это, о чем это нам говорит? Что вот это все движение, выход из канала наверх и последующего возвращения, это было не что иное, как манипуляция, очень сильная нездоровая манипуляция, чтобы заставить всех поверить в рост вот здесь, запрыгнуть в лонг и выпрыгнуть из лонга вот тут, когда мы на самом деле, по сути, просто вернулись в канал, как вы можете видеть, мы вернулись идеально в этот же канал. Это все мы видим на логарифмическом масштабе, потому что если отрубить логарифмическую шкалу, то канал, соответственно, нужно рисовать по-другому. Вот, что еще хочу сказать, что эта манипуляция, выход из канала наверх, была по сути такой же манипуляцией, как в 2019 году, если вы помните, когда средняя цена биткоина была все время в районе 6 тысяч, и у нас был год накопления, вот, опять же, по мувингам видно, но манипулятор сделал нам сначала памп на 14 тысяч, заставив поверить всех, что это бычий рынок, а потом опустил на дно коронадампа, на дно, собственно, медвежьего рынка, второе дно – это 4 тысячи. Вот, то есть такие резкие выпады от средних значений, такие экстремумы – это, собственно, и есть манипуляция. Поэтому, смотрите, если извлечь, грубо говоря, вот это движение, все, то мы также спокойно, нормально трендимся наверх в этом канале, и сейчас находимся в нем. То есть сейчас мы, грубо говоря, находимся на своих средних адекватных значениях по биточку, и по сток-тофлоу мы вообще уже должны быть гораздо выше, как и по бимбенсу. Вот, это первое, что хотелось вам сказать. Если вырубить логарифмы, то, конечно же, этот канал нужно перечертить, и это можно сделать с помощью кривых. Это я показывал уже, кстати, пару недель назад, по-моему, в Телеграме, вот этот кривой канал. Опять же, по нему ясно видно, что вот это был такой мини-пузырь внутри бычьего тренда. То есть бычий тренд, вот, он только-только ускоряется и переходит в параболическую стадию. А мини-пузыри мы видим как вниз, так и вверх случаются, так что ничего здесь страшного нет. Потому что любое движение, оно идет вот так вот чаще всего, чем просто вот так вот отвесной палкой. Вот. Ну и что еще можно сказать по крипторынку в целом? Что мы видим очень хороший памп игровых монет. Мы вчера в видео смотрели Manu и Sandbox, и я говорил свое мнение, что я считаю, не стоит запрыгивать у них на хаях, пускай даже если это не самый хай. И я говорил также вам про Basic Attention Token, что он полетит, и сам докупил вчера его по доллару, и вот он уже полетел на доллар 30, доллар 20. Собственно, я чего жду от Basic? Примерно того же самого, что и сделала Manu. Посмотрите, как похожи паттерны. По Manu, вот, мы видели памп, коррекцию, консолидацию, и дальше мы видим, что все начинают шортить, забирать профиты, выходить из игры, а она идет вверх-вверх-вверх, как бычий флаг огромный, подходит к верхней границе сопротивления и пробивает ее. Абсолютно стандартный паттерн на крипторынке. И я вчера говорил про то, что Basic сделает то же самое, и вот тут его подобрал. Посмотрите, что сейчас делает Basic. Он чуть более резко ходит пампами, но похоже, что он вырисовывает то же самое. Вот, фундаментал по этой монете очень бычий. Вот, поэтому Basic держим. У кого нет еще Basic, можно аккуратно подбирать. BitDAO тоже можно подбирать. Cake можно смело подбирать. Смотрите, Cake ушел вниз из треугольника. По всей видимости, это ложный пробой. Но тут, конечно, дисклеймер, потому что Cake довольно-таки молодая монета, и несмотря на то, что очень рабочий продукт в виде Pancake Swap, могут еще немного помурыжить лонгистов. Но в целом, я думаю, что мы увидим очень хороший рост Cake. Вопрос только, когда это произойдет и как. Но в целом, да, мы видим, что сильно уже выпали из треугольника, и пока нету даже дивергенции здесь, но есть желтая точка вот тут. Желтая точка на 4 часах на Cypher. В принципе, было бы неплохо подтвердить ее дивергенцией вот здесь, но, возможно, это будет сейчас еще финальный прокол, или это уже есть двойное дно с медвежьей ловушкой, и дальше мы вылетаем, как говорится, по адресу. Так что по Cake, да, в принципе, вот тут уже огромная дивергенция была вот здесь. Это все было накопление. И, как правило, вы же знаете, когда все долго накапливают лонг, мы сначала делаем поход за стопами, за ликвидациями, и потом выстреливаем выше. Поэтому все идет по плану. Вот, ну и общая капитализация крипторынка Total, как вы можете видеть, она, конечно, просто разрывает крышняк, и прямо сейчас вернулась на ретест предыдущего all-time high, то есть предыдущего сопротивления, сейчас мы видим ретест как поддержки, если мы его удерживаем, то это очень мегабычий знак, сигналищий нам о еще нескольких триллионах капитализации, которых реальными деньгами там не нужно туда приливать. Все, кто говорят, что откуда мы возьмем еще там 5-10 триллионов, вы поймите, что там никаких триллионов нету, это просто тезер. И капитализация – это просто цена монеты, умноженная на количество монет, цена одной последней проданной монеты. То есть это абсолютно раздутая цифра где-то в 100 раз, где-то примерно в 100 раз. Потому что если все начнут продавать сейчас свои битки, они же не продадут их по одной и той же цене. Поэтому они обрушат просто цену. И вот. Но это надо просто понимать. Об этом более подробно в видосе «Как работает рынок и как на нем заработать», который я делал год назад уже или больше. Посмотрите, я думаю, найдете его полезным. Ну и торгуем аккуратно с холодной головой. Dash ничего сверхъестественного не делает. Делает то, чего мы от него и ожидаем. У Dash уже год идет бычий тренд, как вы можете видеть по EMA Ribbon и по Money Flow. Соответственно, да, в начале бычий тренд всегда очень медленный и изнурительный, потому что надо выкинуть хомяков с ракеты. Накопление было вот два года. Мы из него вышли. И сейчас идем наверх. Дальше в какой-то момент случится парабола. И, как говорится, не успеете запрыгнуть. Все, кто ждут чуть подешевле, я бы вам рекомендовал частично заходить уже сейчас. На споте-то уж точно. А чуть подешевле это если вам дадут, то там можно как раз плечом добирать. Вот. И да, потом, ребята, я вам говорю, о Dash все заговорят, когда он пробьет предыдущий all-time high и полетит еще выше. А, Bitcoin Cash, кстати. Bitcoin Cash тоже начал шевелиться. Но вот на недельном таймфрейме мы этого даже не видим, за исключением того, что здесь зеленеет Money Flow. Но если мы посмотрим на 4-х часовик, то мы видим неплохую разворотную W. Посмотрим, как сейчас Bitcoin Cash удержит EMA Ribbon, поднимающийся в бычью сторону как поддержку, и пойдет дальше. Но по-хорошему тут у него есть все шансы переписать предыдущий локальный all-time high этой весны, который находится на отметке 1600 долларов, и уйти гораздо выше. Вот чего я сейчас жду по Bitcoin Cash. И ETH Classic, конечно же, тоже многие спрашивают, что с ним сейчас делать. Тут уже ситуация немного не такая, как с Dash, а с Bitcoin Cash, потому что, смотрите, они-то у нас все еще выходят из накопления, то есть они у нас где-то здесь сейчас. А ETH Classic, конечно, уже очень-очень сильно помпанул, на 3500% и до пиковых значений, а сейчас спустился все равно примерно на 700-800% от вот этого дна. Поэтому, конечно же, он может еще поконсолидироваться и попадать. Кто-то вообще считает, что это финал этого бычьего рынка, так как он уже переписал свой high к доллару, предыдущий свой high вот этот вот 2018 года. Но я лично не думаю, что это его конец, потому что ETH Classic BitCube, посмотрите, он еще только разминается. Вот он помпанул, возвращается на поддержку, зеленая точка по Cypher BitCube на недельках. Опять же, желтая точка на недельном Cypher, вот здесь была по ETH Classic Q, и желтая точка – это макросигнал, после него, как правило, мы видим двойное дно с зеленой точкой, и после этого только отрабатывает сигнал. То есть на недельке этот сигнал длится примерно полгода-год, он идет отработка, то есть ложный импульс, двойное дно, и потом выстрел, как мы видели по Zcash и по Dash. Поэтому, ребята, Classic, я думаю, с ним тоже все будет окей. И он так долго был в этом нисходящем падающем клине, что вполне себе возможно, это только начало. Тем более, не забывайте, что это не какой-то скам, а это реально первозданный эфир. Это как минимум антиквариатная монета, ребята. И на нем реально все работает, вы можете в MetaMask переключить свою сеть на Ethereum Classic, и вот они все, эфир-классики, то есть есть Define приложухи, есть ETC-панки, для тех, кто не успел купить криптопанков на эфире, ETC-панки с человеческими комиссиями, не в 200 долларов за транзу, а в 1 доллар или в 2. Вот, и я наминтил 9 панков, кстати, выставляю их потихоньку на продажу, если кому интересно. Пишите в комментариях или в личку, если хотите приобрести какого-нибудь панка. Цена договорная. Вот, так что в целом все нормально, ребята. Нас ждут великие дела. Ну, а с вами был Гринни, он же Фла-Ла-Ла. Это канал CryptoCommons. Подписывайтесь, ставьте лайки, торгуйте аккуратно с холодной головой, соблюдайте риск-менеджмент и всем профитролей. Пока.